Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры и гости канала, и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, это Наша Иградень, и мы сегодня продолжаем играть в игрушку Last Breath. Жмите лайки в поддержку канала, я далее буду снимать для вас летспейчики, так что жду, что вы меня тоже поддержите как лайками, так и комментариями. Итак, ну что ж, нажимаем продолжить. В прошлый раз мы прошли два уровня здесь, насколько я помню. После этого я, в принципе, закупил сопровизии, купил медкид для своего персонажа. У нас есть еще один дефибриллятор, насколько я помню, так, по патрончикам тоже все более-менее хорошо, поэтому, поэтому я думаю, что мы сейчас отправимся, наверное, в бой. Но у меня, в принципе, 1300 баксов, я бы хотел еще АК-47 купить, конечно, но боюсь, что на него денег нас не хватит, поэтому давайте-ка мы еще на всякий пожарный для пеголя возьмем вот так вот 60 патронов, чтобы наверняка нам хватило. Ну и, в принципе, в принципе, все. Смотрим, у нас, получается, две жизни. Давайте, кстати, мы, знаете, сейчас что-то сделаем. Так. Один медкид мы используем уже сходу так, чтобы все было нормально. И погнали на уровень. Все, вход. Фух, попробуем пройти. Игрушка непростая, сразу говорю, тут нужно прям потеть. Но, тем не менее, надеюсь, что мы сможем ее пройти. Так, сейчас, секундочку, ребят, буквально настрою управление у себя, чтобы все было красиво. Все, отлично. Так, у нас на УЗИшке есть почти 100 патронов. На пистолете гораздо круче дела обстоят. На пистолете у нас их вообще полно. Так что сейчас мы должны спокойно, спокойно разобраться с этими ходячими. Также у нас есть один медкид, то есть, в принципе, в случае чего мы сможем его использовать. То есть, по жизни у нас тоже все нормально. Сегодня я себе ставлю сдачу хотя бы один уровень пройти, потому что эта игрушка непростая, говорю сразу. Так что, я думаю, на одном летсплетчике мы будем примерно один уровень проходить. Ну, а потом, после этого будем уже закупаться вместе с вами. Так, идем далее. Вообще, можно было поверх у меня, наверное, пройти. Ну, ладно, я пошел по низу, буду зачищать полностью здесь территорию. В принципе, когда зомбаки вдалеке, ничего страшного, можно спокойно спегали их отстреливать. Правда, я вот замечаю, что я каждый раз по одному патрону теряю лишнему. Так что давайте торопиться не будем. В принципе, вот этих обычных ходячих можно спокойно издалека отстреливать. Проблем с ним я особых не вижу. На прошлых уровнях был один челик, который сам в нас стрелял, вот там вот уже гораздо-гораздо было сложнее. Прикольно, что у нас на пути очень много уже ящиков с патронами появляется. В принципе, это хорошо, то есть мы особо даже еще и не тратим. Мы, конечно, убиваем зомбаков, но, опять же, мы на этом и деньги зарабатываем, которые потом будем использовать уже. И, в принципе, опять же, мы ящики берем с другими патронами, так что провизии пока у нас нормально. Эта игрушка как раз-таки про патроны, про это все, то есть тут нужно реально, ребята, потеть, стараться не тратить лишний раз патроны, чтобы все успешно пройти. Но, думаю, те, кто смотрел первый мой летспейчик, уже понимают, о чем я говорю, потому что здесь крайне сложно. Мы, конечно, там не умерли, мы смогли пройти игру, но до этого, когда я снимал ее для своих обзоров, я умирал постоянно, поэтому уже знаю, о чем говорю. Игра непростая. Так. Еще минус, хорошо. У нас еще соточка патронов, так что с этим нормально пока все идет. Вот, вот это самое основное. Вот видите, челик у нас снизу стоит с пистолетом, вот с ним будет сложнее. Так. Ой-ой-ой, патроны-то кончились. Так. Офигеть, я уже на него все обоим потратил. Кстати, смотрите, он без руки. Ну все, загасили. Загасили, конечно, но патронов потратили просто жестко. Очень много патронов потратили на него. Ну ладно, самое главное, что мы не потеряли жизни, это хорошо. Так, мне не нравится этот чел тоже, который ходит. Давайте-ка мы не будем рисковать. И вот так вот с УЗИ сейчас его спокойно загасим. Хотя, опять же, вот видите, я только что потерял одну жизнь. Это нехорошо. Будем стараться пройти до конца. Так, вот это мне тоже не нравится, потому что здесь два чувака. Блин, это очень плохо. Я, наверное, сейчас рисковать тоже не буду. Беру УЗИ сразу и буду стрелять. Он уже меня увидел, потом, вот этот чел с пистолетом. Уже по мне стреляет во все. Блин, стреляй, чувак, пожалуйста. Используй меткид. О, жесть. Вы сами все видели, ситуация была очень стрёмная только что. Я патроны почти все истратил на УЗИшки. Как видите, у меня уже нету меткида, потому что мы его тоже только что заюзали. Чувак по мне стрельнул, по-моему, три раза. Я только что три жизни потерял на такой стрёмной теме. Ладно, идём дальше. Так, вы видели, да? Опять там чувак с пистолетом. Издалека, по-моему, мы его сейчас сможем убить. Он, по-моему, даже по нам не стреляет. Вот он живучий, жесть. Всё, убили. Фух, отлично. Так, отлично. Мы ещё и патроны сейчас только что взяли. Так, обнаружен сигнал. Давайте посмотрим. У моей мамы день рождения, поможешь мне её поздравить. Да, берём. Тут есть, получается, ещё второстепенные задачи. Нам нужно найти конфеты и отнести их. Не знаю, найдём или нет. Я не буду на этом прям заострять внимание. Это уже на наш, получается, выбор. Можем либо выполнять задания такие вот дочерние, либо нет. Я не знаю, ситуация такова, что у меня очень мало патронов сейчас. Ай-яй. Аккуратно. Блин, я боюсь этого чувака, потому что он по мне стреляет. Потратил уже много патронов пустую, на самом деле. Я только что... Так. Блин, отстой. Он меня сейчас убьёт. Не хочу к нему даже идти, потому что я знаю, что он меня сейчас убьёт. А вниз я не могу спрыгнуть. У меня нету уже патронов, ребята. Всё, эта ситуация очень плохая. Я пытаюсь прорваться сейчас в левую сторону, потому что у меня нету патронов, чуваки. Вернее, не патронов, у меня нету жизни. У меня осталась одна жизнь. Я не знаю, зачем я иду влево. Может быть, там от УЗИшки будут патроны, я не знаю. Я, кстати, нашёл только что те самые конфеты. Куда их отнести, я не знаю. Но я сейчас попробую, знаете, что сделать? Вот так вот издалека пострелять. Может, я его всё-таки убью? Я сейчас потрачу около 20 патронов? Я не знаю. Убью ли я этого челика? Долетают ли они до чувака, который впереди? Я без понятия, но я рискну. Сейчас ещё 7 пульнём. Блин, на УЗИшке патронов нет. Это самое грустное. А, мы его убили, кстати. Мы его убили, но я боюсь, что я не дойду до конца, честно говоря. Потому что если будет ещё хотя бы один чувак с УЗИшкой, мне не сдобровать. Как видите, провизии надо с собой брать гораздо больше. Я, притом, блин, у меня был нормально с провизией, если так уж глобально подумать. Потому что у меня был один меткид ещё. И то мне этого не хватило. Вот этого я и боялся, что будет вот такой чели, который просто меня сейчас убьёт. Можно, конечно, пробовать его перепрыгнуть, но... Боюсь, что это мне не поможет. Да. Шальная пуля просто прилетела. Я попытался его перепрыгнуть, но вы сами видите, что у меня ничего не получилось. Жесть. Это жесть, потому что я умер, у меня 800 баксов, и у меня ничего не осталось. У меня получается мёртвый чувак. Я сейчас могу его дефибриллятором вот этим вот вылечить. Давайте мы это сделаем. Да, у нас полная жизнь. И, в принципе, это всё. Жесть. Ладно, мы попробуем в следующий раз пройти этот уровень. Вот так вот. Не всегда на летсплеях получается пройти то, что я задумывал. В следующий раз я подготовлюсь получше. Я, наверное, ребята, постараюсь купить АК-47, постараюсь нафармить немножко здесь денег, чтобы у меня они были. Вот. Провизии возьму тоже побольше. Мы попытаемся пройти вот этот уровень, который не смогли пройти сегодня. Вот как-то так. Ребят, жмите лайки, поддерживайте канал. Я буду дальше снимать такие для вас леспейчики. Ссылочку на игру тоже в описании оставил. Так что, если заинтересовались, можете и сами попробовать пройти этот уровень. Он не прост, как вам кажется. Ладно, всё, заканчиваем. Пока. Продолжение следует...